Еще раз, одаренные мои, мы говорим о древнем царстве. Древнее царство — это не местность в сказке, в некотором царстве, в некотором государстве. Это период, название периода в искусстве древнего едика, древнее царство. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, как развиваются каноны, то есть законы, принципы изобразительности в скульптуре древнего царства. И говорили о том, что изобразительное искусство развивается в нескольких формах. Оно развивается в виде круглой скульптуры, объемной скульптуры, то есть статуи в разных видах. Это стоящая статуя, сидящая статуя, бюст, поясная статуя и так далее. В виде рельефа, и говорили о том, что рельеф у древних египтян двух видов. Невысокий рельеф, и мы сейчас с вами это увидим. И углубленные рельефы, и росписи, росписи темперой по сухой штукатурке. Но очень мало в древнем царстве собственной росписи. В основном это сочетание рельефа, который раскрашивают. То есть стык искусства живописи и культуры. Мы говорили с вами о том, что в рельефах древнего царства развиваются те черты, которые мы уже отмечали в искусстве раннего царства. И говорили с вами о том, что степень идеализации изображения зависит от положения человека на сословной лестнице. Чем выше место он занимает в иерархии, тем большую степень идеализации применяет к его изображению художник. Насколько я помню, остановились мы на этом самом зодчим. Да или нет? Да. Умница. Зодчий Хиси Ра, царского рода, жрец, очень образованный, руководил строительством. То есть такой же архитектор, как и вы. И вот в его гробнице скульптор запечатлевает его Ка, его двойника. Этот двойник занят жертвоприношением. Мы говорили с вами о том, что да, тот же самый принцип симультанности. Парик, жреческий передний. Все эти черты говорят о том, что перед нами официальная версия, официальное изображение для вечности этого самого двойника. Но вот то, что он не фараон, не бог на земле, дает возможность показать портретные черты в гораздо большей степени. Мы видели это изображение, запомнили, конечно, этот чеканный профиль, этот хищный нос с горбинкой, близко посаженные глаза, насупленные брови, очень характерный вырез губ. Смотрите, как сильно верхняя губа нависает над нижней губой. Вот вам еще одно изображение того же самого, той же самой границы, ребят, того же самого Хиси Ра. Мы видим опять парик передних, на нем надет длинный, да, вот оно, это одеяние. У него в руках эти самые линейки, отвесы и меры, которыми он пользовался в своем, когда он строил, в своем творчестве, в своем труде. И он сидит перед столиком для жертвоприношений и общается с вечностью, общается с Богом. Смотрите, вот та же самая гробница, то же самое изображение, то же кофе. Мы можем узнать портрет, да, другой мастер, другая рука. Но, смотрите, опять этот нос с этой горбинкой, опять эти глаза очень глубоко посаженные, верхняя губа, смотрите, как сильно нависает. Очень сильно, мощно выделены вот эти вот носогубные складки. То есть все те характерные черты, которые отличают одного человека от другого, внешность. Они, пожалуйста, нам здесь со всей четкостью и ясностью даны. То есть не надо делать ему прекрасный вот этот вот носик, не надо его изображать таким вот невероятным красавцем. Вечность должна его узнать. Но в то же время, какое красивое тело, эти широкие плечи, проработанные, показанные мускулы, едва вот этими красивыми линиями намечены. Что еще? Еще, безусловно, ребята, смотрите. Контур. Вот о важности контура я хочу вам напомнить еще раз в египетском искусстве. Что такое контур? Что такое абрес? Отчетание. Близко. Но випера никто и не читал, но там это есть. Потому что, ну, это есть в википедии. Помимо силуэт, то... Близко. Итак, контур, линия, которая отграничивает, очерчивает фигуру человека или предметов. Почему так важен для египтян этот контур? Смотрите, он нигде, нигде не прерывается. От кончиков пальцев, ног и заканчивая завитками на этом самом парике. Почему? Потому что любая линия, которая ограничивает что-то, означает целостность, отдельность, завершенность. И если это то, что у нас с вами кожа, любое нарушение кожного покрова ведет к нарушению целостности. Мы начинаем терять кровь, болеть, загнивает ранка, гангрена, потеряли руки, ноги, уши, нос. Ребята, то есть, вот этот контур, это вам зримое выражение того, что все есть, все на месте, все целостно, замкнуто внутри себя. Поэтому контур для Египта очень важен не только в изображении человека, но и животного, и растения, и предмета. Нет для них незамкнутого контура. Не будет у него парик развиваться, как у меня волосы. Не будут у этих, там, я не знаю, сегодня увидим сейчас этих бегемотиков, отваливаться хвосты, или там у этих птиц перья вылетать из хвоста. Вылетело пирог, все, считайте, эта птица мертвая, нарушенная целостность. Мы говорили с вами о том, что композиционные принципы древнего Египта вырабатываются тоже в древнем царстве. В прошлый раз смотрели на гусей и говорили о геральдическом принципе композиции. Теперь перед нами еще один композиционный принцип. Перед нами тоже рельеф. Обратите внимание, поднимите глазки на сухон. Ребята, смотрите, какой низкий рельеф. Они едва-едва выступают из фона. Видно всем, что невысокое изображение. Всем видно, что раскрашены. Сохранились следы раскраски. Все увидели. Вот он инкарнат. Вот они, эти черные парики. Было ярче раскрашено, но то, что сохранилось. Теперь вернемся к композиционному принципу. Видели геральдический принцип? Когда есть центральная асимметрия, либо к ней сходятся фигуры, либо от нее расходятся абсолютно симметрично. Что здесь? Принцип шествия. Шествия вдоль передней плоскости. Опять регистры. Смотрите, регистрами расположены изображения. И мы видим жертвоприношение. Несут дары. Эти самые мужчины и девушки несут дары. Они в традиционных обтекаемых платьях и передниках, в париках. Корзины с фруктами на голове. В руках птички. Видите птичку? Все увидели. Корзинку на голове с фруктами. Все увидели. Козленка увидели? Молодцы. Что? Смотрите, они все идут в одну сторону. Никто из них... Вот в любом шествии, ребят, представьте себе, что мы с вами идем в метро. Даже если мы идем, ни с кем не разговариваем, никого не знаем. Так или иначе, мы все равно голову куда-то поворачиваем. Мы можем развернуться. Кто-то вбок. Кто-то там вправо, влево, вперед, назад. У нас все равно здесь. Смотрите, они все развернуты в одну сторону. Они все идут вдоль передней плоскости изображения. Есть ли там пространство? Об этом сейчас поговорим. Главное, запомните. Шествие вдоль плоскости в одну сторону. Что еще? Смотрите. Между ними абсолютно одинаковые паузы. Абсолютно одинаковые интервалы. Ребятки, это надо запомнить. Почему? Опять вспомните метро. Хорошо, когда мы едем с вами не в час пик. Между нами есть расстояние с другими людьми. И мы так спокойненько идем, все хорошо. А вот когда толпа, все домой хотят, там, или наоборот, на работу, склокоченные, там, у кого-то кофе там пролился, все толкают друг друга. Интервалы между нами сокращаются. Мы начинаем толкаться. Кто-то медленнее, кто-то быстрее идет. Одинаковые интервалы. Ваш глаз проходит за одно и то же время. И у вас ощущение, что они идут медленно, спокойным, ровным шагом. Значит, интервал так же важен, как изображение самого движения. Теперь движение. Смотрите. Они все в позе остановленного шага. Нету здесь, нигде они тяжесть не переносят. Где поднятая пяточка? Ее нет. Они стоят плоско. Каждые, обе ножки стоят прямо на земле. Мы с вами разве так ходим? Мы все равно отрываем ножки от пола. Они все стоят абсолютно вот в этом остановленном шаге. И абсолютно одинаково. Жесты рук, развороты плеч, развороты голов. Но вот эти ручки, смотрите, они даже поднимают их. У этого корзина, у этого тоже птичка, козленок. Но все равно эти ручки подняты абсолютно одинаково и опущены одинаково. Почему? Потому что получается вам, вот как я вам долблю. Ребята, принцип симультанности это. Через полминуты. Ребята, симультанность это. Ребята, вот посмотри. Я надеюсь, что когда я повторю это в сто пятисотый раз, хоть что-то в голове, хотя бы слово, где-то останется. Они тоже для вечности повторяют множество раз. Одно и то же, одинаково. Для того, чтобы этот знак спечатался. Это проекция на экран. И чем больше этих одинаковых проекций, тем это больше превращается в знак, в формулу. В формулу для вечности. Здесь неинтересно, какое было лицо у этого, у этого. Как он там вспотел, как другой смеялся, третий хмурился. Не важно. Важно, что они все идут с этими дарами. Дарами, которые обеспечат умершему загробную счастливую жизнь. Это действительно проекция. Но проекция очень специфическая. Египтяне никогда не изображают болезни, смерть, злых божеств, несчастья. Никогда. Потому что там все будет только прекрасно. И вот, чтобы это прекрасно и много раз запечатлеть, появляется принцип тиражирования изображений. Ясно с этим. Теперь пространство. Ребята, смотрите. Вот они идут, идет процессия. Почему нельзя взять и их, например, возьмите сейчас мысленно, предвиньте друг к другу. У нас будет ощущение, что кто-то идет быстрее, кто-то медленнее. Значит, есть время. Если вы сейчас возьмете и поставите одного за другого, у вас будет ощущение ближе, дальше. Значит, есть пространство. Но в вечности нет времени и нет пространства. Именно поэтому там, мы не знаем с вами, где они идут. Это что? Они идут по улице, они идут внутри храма, они идут внутри погребального ансамбля. Где они? Они идут по крайней вечности. Это только знак. Отсюда, смотрите. Вот она эта полосочка, которую один регистр отделяет от другой. И заодно изображает нам здесь землю. Смотрите, как они расположены. У них ножки стоят плоско на этой самой полосочке. Они не... Мы не... Поставьте одного человека за другим. Нельзя. Потому что там некуда ему вставать. Там есть вот этот фон. Они как бы сжаты, да, вот между этими двумя плоскостями. Нет времени и нет пространства. Но есть вечное движение, повторяющееся движение. Есть вот эта вечная жизнь. Вечная жизнь без времени и пространства. Они ведь живут, они двигаются, они слышат, видят. Вот вам, пожалуйста, еще один рельеф. Смотрите. Опять тот же принцип. Казалось бы, даже такое занятие, как строительство лодок. Вот они строят эти лодки. Очень разнообразные движения. Кто-то конопатит, строгает там что-то, колотит. Все понятно. Умеем движение передать. Не то, что они не умели. Все можем, если нам надо. Вы же можете опознать, что они делают. Но при этом, смотрите, принцип остается тем же самым. Они все, каждый по отдельности. Никто из них не перекрывает друг друга. Казалось бы, в таком деле, почему-то они должны вот, ну, как-то там пересекаться. Они каждый, вот, и между ними абсолютно практически одинаковые интервалы. Все очень спокойно. Ясно с этим? Вот это повторяющееся, мерное движение. Движение вдоль плоскости изображения. Ясно с этим? Ясно с этим? Еще один рельеф. Вот, смотрите, верхний рельеф, погонщик из кота. Вот оно, это стадо коров. Там, где, что там за животные? Смотрите, вот это же животные, это же не люди, это стадо. Поэтому его можно сделать так, что как будто вот они друг друга чуть-чуть закрывают. Но все равно мы абсолютно симметричны, одинаковых ракурсах и разворотах. Так, чтобы мы могли считать, раз, два, три, четыре, да, вот как в детской считалке. А с людьми уже так нельзя. Смотрите, вагонщики, они все абсолютно одинаковые. Они этот бич поднимают абсолютно и одинаковым жестом. Вам как в формулу впечатывают вам, через сетчатку глаза впечатывают вам жест. Один раз увидели, больше не забыли никогда. Они абсолютно одинаковым шагом, абсолютно вот этот повторяющийся жест, повторяющийся разворот. Вот письменность и изобразительность, они очень сильно балансируют на грани знака. Это знаковая система, но эти знаки отсюда опять очень невысокий, плоский рельеф, раскрашенный. И теперь нижний регистр. Смотрите, то же самое стадо. Переходят там, значит, они тут посушат, здесь переходят речку вброд. Вот она, эта река, течет. Они, по идее, что это река, да? Она там должна же закрываться как-то там сюда. Нет, все равно мы все там прорисуем, вам все покажем. Идет стадо, погонщики. Вот вам, пожалуйста, фрагмент, видно? Смотрите на этих коров. Они все могут? То есть, вот, не то, что это искусство неумеха, но это искусство для другого. Обязательно есть причина. Смотрите, все эти напряженные мышцы на этих шеях, вытянутые эти морды с этими чувствующими воду носами, они все это здесь, пожалуйста, вот они. Ну, когда посмотрите при ближайшем рассмотрении в интернете, вы увидите, как вот они напрягаются здесь эти мышцы у этих коров. Вот он, этот носик шевелится, рот открыл, а она мычит. Маленький теленок боится входить в воду, мальчик несет его на плечах. Явно мама, которая зовет своего ребенка, как же его там тащат, вот она мычит. То есть, они все это видят, они все это могут, они все это умеют. С животными можно посвободнее, но все равно надо оставить это. Это же знак. Нельзя нарушить плоскость, нельзя нарушить контур. Ничего этого нельзя нарушить. Все. И поэтому они даже вот это умудряются сжать, в этот очень маленький рельеф. Но все, что касается человека, особенно если этот человек занимает какое-то место в иерархии, здесь вступают в силу другие законы изображения. А если это просто мальчик? Обыкновенный мальчик, пастух, он может быть даже раб. Вот он тащит этого теленка. Смотрите, они все могут. Пожалуйста, они вам все его физиологические особенности, и даже живость этой позы, как он видит, мы видим, что ему тяжело, он наклонился, напряглись. Смотрите, как у него животик вывалился, да, вот он тяжело напрягается. В тяну, да, мышцы пресса и неразвитые мышцы нижней живота, вот они у него отвисли. Вот он, чтобы этого теленка поддерживать, эту спину выгнул. То есть все они знали, все они могли бы, но им нужно показать, что это не реальность. Они сознательно, визуальными средствами дают вам понять. Это не то, что вот я взял и скопировал то, что я увидел. Это преображенная реальность. Это реальность за порогом вечности. Да, там будут коровы, телята, там будут мальчики-пастухи, все замечательно, но это будет в вечности. И поэтому это все очищено от конкретных каких-то примет, от объема. очищено от больших... То есть мы не видим, что он там плачет или смеется, этот мальчик. То есть от всего сиюминутного действия вам показаны, показаны, ну там о вечности. Ясно, что вот это впечатывается, как формула, как бы вот в матрицу вечности. Поэтому, да. Не потому, что вот им хотелось... Ну-ка, выйду, посмотрю, как там телята через брод переходят, восхищусь этим, и ну-ка тут я, чтобы все остальные тоже пришли, повосхищались. Ребята, сюда никто не приходил. На это не смотрели. Все, закрыли гробницу, запечатали. Никто не ходил молиться, никто не ходил туда лобызать саркофаг своего предка. Нет. Это не для вас эти изображения. И эта реальность их интересовала не сама по себе. Ой, знаете, тут так телята ходят, тут так телята ходят. Их это не интересовало. Их интересовало обеспечить. Вот это счастливое существование, полноценное существование двойнику умершего. В этом смысле это некое подобие, но очищенное, прекрасное, замечательное подобие той жизни, которая есть вокруг людей. Это очень светлое искусство. Очень яркие, светлые краски. Еще раз говорю, никаких вот этих страшных, никогда кровища, никогда каких-то ужасов вы здесь не увидите. Ну вот вам еще одно изображение, еще один рельеф. Что изображено? Изображены роды у коровы. Рождается малышка, и юноша помогает теленку выйти, да, он его тянет за эти ножки передние, чтобы ему помочь. Очень живая сцена. Но если мы сейчас с вами представим эту сцену в реальности, мы поймем, что это хлеб, ну или хорошо, пусть это открытый воздух, но это все равно. Это боль, это страх, это кровь, да, ничего этого нет. Да, есть усилия. Смотрите, как, опять же, вот, это не значит, что они думали, что все ходят вот так. Нет. Смотрите, они знают, как это мышечное усилие изобразить. И обратите внимание, как он вот за ножки его тянет, да, вот он эти ручки вытянет. Смотрите, вот если даже я просто с женскими руками, ну вот у меня просто, не знаю, убрать эти рукава, если вот даже я напрягу сейчас, да, вот эти, даже на моих ручках появится рельефчик. И у него он, этот рельефчик, вы когда посмотрите фотографию в интернете, вы этот рельефчик, вот прям его, его ощупать можно. Все умеет. То есть мы видим, что он силой тянет этого малыша. Казалось бы, там кровь, да, должна быть все это в крови, все. Где эта кровь? Ее нет, все красиво, прекрасно. Ура, рождение жизни. Нет смерти, все только. Никто не думает о том, что этой корове несчастной больно, что она может умереть при этих родах. Нет, она совершенно спокойненько стоит, себе довольная с собой. Все чудненько, тут вокруг нее травка, все уже феерично. Опять же, ребята, вот на этом рельефе особенно, мне кажется, хорошо это видно. То, о чем я вам толкую, о плоскости. Смотрите, там с задних пар видно вам, что вот она эта полосочка, которая отделяет регистр. Смотрите, вот это единственная земля, которая там есть. Вот казалось бы, корова, даже животное, ну она же там большая, да, у нее рождается ребенок. Ну, не все ножки, все копытца, они все стоят ровненько вот на этой полосочке. Ни одно копытце с этой полосочкой туда, вглубь не уходит. Нету этого пространства там. Все ножки ровненькие, смотрите, все стоит. Вся эта травка плоская. Казалось бы, там у коровы под брюхом, ну хотя бы должно быть какое-то пространство. Нет его. Трава выступает настолько же изображение, насколько и выступает изображение коровы. Юноша, который теленка тянет, смотрите на его движение. Вот вам, пожалуйста, тоже. Смотрите, как он стоит на одном колене, как сильно напряжены вот эти вот мышцы, да, у него. Вот бедро здесь прям очень хорошо видно, как эта мышца напрягается. Если вы попробуете сейчас встать в эту полосу, вы поймете, как вот эта передняя поверхность бедра очень сильно натянута. Здесь это видно, это прям можно ручками ощупать, глазками ощупать. Но по объему нет. Все равно все осталось, и коленка, и ножка, все осталось абсолютно на одной плоскости. Нет планов, нет дальше ближе. Оно все абсолютно плоское. Там теленок этот, который вылезает. Смотрите, у него уже осмысленная мордочка, он там не мычит, улыбается. Вот потому что это все исключительно прекрасная проекция тех самых полей Иалу, да, вот этого рая, где все это должно происходить вокруг умершего, которому построена эта гробница. Это не значит, что это умерший или это умерший. Это те самые слуги, которые вот ему там все обеспечивают. И вот как сильно, сразу, моментально меняется принцип изобразительности, как только мы имеем дело с изображением натурального человека. Вот вам живые движения, живые развороты. И вот вам абсолютно традиционное изображение. Это ведь тоже поля Иалу. Он охотится, этот вельможа. Ну, мы сразу видим разномасштабность фигур. Симультанность изображения. Смотрите, вот он, плоскодонка. Они там с этой плоскодонки мечут, боины мечут, копья вот этих несчастных бегемотиков хорошеньких, чудненькие там рыбки-бегемотики. Он стоит как вообще в отрешенном абсолютно состоянии. В полипе, в переднике с посохом. И смотрите на этот посох. Ребята, вот мы с вами как-то идем на лыжи. Мы палки, как переставляем? Мы палку ставим так, вот небольшим углом. Так, чтобы оперевшись на нее, протолкнуть себя по лыжне. У нас вот это движение, этот угол позволяет нам себя толкать. Он что себя толкает? Он что на нее опирается? Нет, она просто стоит как знак. Вот она такая же прямая, вертикальная, как сама эта фигура. Ни палка ни для чего не служит, ни фигура ничего не весит. Это абсолютно вот каноничное изображение для вечности. Где здесь пространство? Мы что, видим, ну там хорошо, раз, два, три, четыре, пять. Пять бегемотов. Представляете, что такое пять бегемотов? В общем, они должны какой-то с ним. Тут же рыбы такого же размера, как эти бегемоты, чтобы вы понимали, что у них большая река, и в нем там все, что угодно есть. Это что? Это заросли камышей. Ну пусть там наверху ветки деревьев и птицы. Ну а это что? Что там? Где они плывут? Что там нет? Не видно земли, не видно каких-то пейзажей в нашем понимании этого слова. Нет. Его не нужно. Вечности не надо пространство. Она и так везде и нигде. Всегда и никогда. Вечности важно само действие. Что вот этот вельможа будет, у него будут слуги, он будет охотиться, наслаждаться жизнью, там, на этом ниле, который течет в загробном мире. Ясно с этим? Как только иерархичность появляется, мы точно знаем, что это официальное изображение. И все эти схемы вырабатываются в искусстве древнего царства. Они могут чуть-чуть варьироваться, но принципы останутся прежними. Древние египтяне. Ну вот перед вами еще один раскрашенный рельеф. Кто заметил? Во всех рельефах показываю и молчу. Но здесь это совершенно... Прям вот бросается в глаза. Только еще черта. Регистры уже мы отметили. Внутри регистров, смотрите, что еще непривычно для нас. Много предметов. И не просто много предметов. Но расстояние между предметами, фигурами, заполнены обязательно иероглифами. Эти иероглифы везде. Вот он, вот он, вот он. То есть весь фон покрыт иероглифами. Это текст для вечности. Вот как у нас с вами текст организован. Даже если иллюстрация вставлена в центр текста, она все равно выгораживает для себя с помощью рамы отдельное пространство. Она отделена зазором от текста. Какой бы сложной конфигурацией она ни была. Но, как правило, мы не вставляем хаотичные иллюстрации. Для них текст и изображение принципиально не различаются. У них вот эти самые письмена, которые идут на фоне, они мыслятся ровно в том же пространстве, в котором находятся фигуры. Это я вам для того, чтобы вы понимали, что нет глубины в том представлении, каком он и есть у нас. И это сознательно, это принципиальная позиция. Ясно с этим? Ну вот вам еще одно изображение, еще один рельеф. Вы видите уже, специально показываю. Ребята, все увидели иконографию шествия? Все увидели композиционную схему шествия? Другая гробница. Но принцип тот же самый. Движение в одно слое. Одни и те же шествия, одни и те же развороты. Одинаковые интервалы между фигурами. Держит птичку. Смотрите, ну, наверняка она там должна трефыхаться. Вроде лапы там у нее двигаются. Контур нигде не нарушается. То есть вот эта замкнутость на себя, замкнутость контура, она обязательна. И видели Хесира? В той же иконографии, смотрите, за тем же столиком для жертвоприношений сидит теперь другой вельможа. Вместо того, чтобы принести там орудие своего труда в жертву богам, он совершает возлияние. Но принцип абсолютно тот же самый. Да, лицо другое, но все остальное это канон. Ясно с этим. Все увидели отличие и сходство. Ну и к концу Древнего Царства вырабатывается принцип того, как оформляется внутренность гробницы. Вот те самые погребальные камеры внутри гробниц знати. Перед вами гробница Мирирука, одного из приближенных фараонов, знатного вельможи. Ребята, мы с вами внутри гробницы. Принесли саркофаг, похоронили, замуровали, все. Сюда никто опять для одаренных. Ребята, сюда никто не ходил. Никто там ноги этой статуи не лобызал. Никто ей не молился. Ее сделали не для вас, то есть для зрителей. Ее сделали для вечности. Представьте себе, это внутренность гробницы. Что мы видим? Вам, ну, не вам, а вот вообще древний египтянин все артикулировал не по наружку, а в натуральную величину, в натуральном виде, через произведение искусства, через зримые знаки. Итак, стена, в ней ниша. Все помнят, что это ниша? Да. Ниша, прямоугольная ниша, оформленная как дверной проем. оттуда, из этой ниши, сюда, в это пространство, выходит статуя. Она замерла на пороге. Вот он, этот остановленный шаг. Все увидели? Ниша, темнота, смерть. Ничего не видно. Помните? Слепота, смерть, темнота. Вот из этой темноты в вечность. В пространство вечности. Помните, здесь нет зрителей. Это пространство вечного дома, гробницы, который так и называется, вечный дом. Из этой смерти двойника выходит. Он замирает на пороге. Не сохранилось лицо, но он, конечно, смотрит вперед и вверх. Он ждет призыва вечности. Когда он сможет этот шаг сделать? не случайно лесенка. Это не для вас лесенка. Не для родственников, чтобы они там подбежали, ну-ну-ну-ну, там наш любимый, зачем ты нас покинул и так далее. Нет. Это ему лесенка. И она пропорциональна под его фигуру, под его шаг. Только ему удобно по ней спуститься. Вот вам, пожалуйста, во всей реальности, куда реальней, чем камень. Вот этот камень. Это он должен спуститься, ребята, неумозрительно. Не то, что вот мы там себе представляем, как Христос по облакам к нам спускается. Реальная вот эта статуя, вот этот истукан должна жить в прямом смысле слова. В прямом смысле слова по настоящей лесенке спуститься в пространство вечного топа. Если вдруг что-то с этим истуканом, дай бог, случилось, ну, мало ли, все бывает, землетрясения, еще там что-то, ну, какие-то случайности. Контур нельзя нарушить, целостность нельзя нарушить. Поэтому еще дополнительная гарантия. Вот они, эти рельефы, которые изображают того же Мирирука по сторонам, они фланкируют эту нишу, то есть по флангам, по бокам расположены, и у нас получается с вами геральдическая композиция, абсолютно симметричная, и осью симметрии служит сам Мирирук, служит его двойник К. Вот он вам в трехмерном изображении, вот он вам же в проекции для вечности. Вот представьте себе, вот если вдруг сейчас ваша тень, которую вы отбрасываете на пол, она бы вдруг начала жить своей жизнью. У нас ужас, да, то есть вот это ненормально. Это значит, что у нас что-то с психикой и нас в психушку. Или если изображение в зеркале, представьте, вы подходите к зеркалу, начинаете причесываться, а изображение в зеркале чистит зубы. Нормально? У нас ужас, да, все, кашинка. У этих, чем больше этих изображений, тем лучше, тем надежнее. И для них это понимание, и это все я, и это я, и это я, и это я. Это все мое тело. Нам очень трудно это представить, нам почти невозможно это ощутить. Но именно об этом нам искусство говорит. Оно нам показывает знаки того, как египтяне представляли себе свое существование. То есть все, что здесь, оно кратковременно, скоротечно, мимолетно, то, что там имеет значение. И это не просто вот что-то нам такое написали на папирусах, мы можем что-то трактовать такое. Вот вам в реальности лесенка для вот этого каменного гостя. Для него по ней никто никогда не всходил и не спускался. Даже статуи, когда устанавливали, по ней рабочие подняться не могли. Нельзя. Это его. Ясно с этим. ну и рельеф. Еще показывают рельефы для того, чтобы вы понимали, что если здесь они вам артикулировали пространство, они сделали прямо нишу, вот эта темнота смерти, что он выходит из одного пространства в другое, переход, то здесь это уже проекция. Вы не можете туда и они не могут к нам. Все, вот это пространство, так же, как мы не можем с вами войти в пространство киноэкрана. Но мы видим, как люди двигаются, живут, страдают, ощущают, мы можем даже сопереживать, но проникнуть туда мы не можем. Вот рельефы это то же самое. ну и еще, чтобы вы понимали, вот вам еще эти погонщики, вот вам стрижка скота, бойня скота, то есть все можем, все умеем. Раскраска. Раскраска древнего царства очень специфична. Я не зря толковала вам про темперу. темпера, кроющая краска, ребят, матовая краска, она не блестит, не дает вот этих пить. Темпера не любит и не дает перехода в тон. И древнее царство действительно не работает с красками, которые меняются внутри пятна. Красный это красный, черный это черный, зеленый это зеленый. Он не может внутри пятна измениться на светло-зеленый, темно-зеленый. Его нельзя разбелить. Нет этого. Есть такие же плоскости цвета, как плоскости рельефа. И только в более поздние времена, в среднем и новом царстве, они начнут работать с цветом. Цвет начнет меняться в пределах изображения. Потому что любое изменение цвета дает дополнительное ощущение объема. Здесь принципиально этот объем должен быть убран. Это к вопросу о гусях. Подумайте над этим, посмотрите на гусей. Что там есть, чего там нет. нельзя помнить. Плюс древнее царство например не знает оранжевого. Они не пользуются оранжевым. Вообще не пользуются светлыми тонами. Тон, ой, тонами, они не пользуются светлыми фонами. Фон в древнем царстве может быть только вот такой. цвета камня. Но голубым, серым, бледно-зеленым не может быть никогда в древнем царстве. А в новом и среднем пожалуйста уже может быть. То есть есть определенные признаки которые так и называются атрибуционные признаки которые позволяют нам судить о принадлежности произведения искусства к тому или иному стилю или к тому или иному периоду. Ну и разумеется руке одного и того же мастера. Мы видим с вами что принцип композиции иконографии остаются одними и тем же. Но рука мастера может меняться. И тогда чуть-чуть варьируется мягче контур жестче контур более вытянутые пропорции более приземистые пропорции. Но принцип остается неизменным. Ну и вернемся к круглой скульптуре. Мы с вами видели как круглая скульптура вырабатывает основную иконографию основные принципы. Три типа статуй фараона. и эти три типа могут заимствовать для изображения людей менее знакного происхождения. Но есть определенные ограничения. Так вот к концу древнего царства появляются статуи которые используют эти же принципы но уже для того чтобы изобразить людей которые к царской семье к царскому роду к какой-то высокой знати не имеют отношения. Более того с этими принципами начинают обходиться очень больно. Могут взять и в одном произведении соединить несколько композиционных схем. Но только в случае человека который не занимает какой-то даже неправильно не то что высокий пост но человека который не относится к знатному роду. Вот перед вами изображение карлика Синева и его семьи. Мы видим с вами что здесь в одном изображении сразу несколько композиционных типов использовано. С одной стороны сам карлик сидит в позе песца. Вспомнили песца кари? С другой стороны смотрите рядом с ним сидит его жена ровно так же как сидела на Фред рядом с Рохотепом. Помните сидят Рохотепы на Фред? Вспомнили? Вспомнили. А тут еще и дети стоят. Почему вдруг карлик получает такую посмертную статую? почему все так серьезно? Во-первых карлики ну вот у нас с вами когда мы говорим карлик у нас сразу где-то под спуд включается традиционное восприятие пришедшее еще со времен средневековья. карлик шут вот такая игрушка для правителей ущербный неполноценный человек одни дни так в древнем Египте в древнем Египте карлик человек не похожий на других людей значит он отмечен банево мира это невозможная история потому что ну мало того что женились мальчики начинали жениться где-то там лет с 12-13 девочки с 10 лет выходить замуж в 15 лет мальчик это закаленный в боях воин 25 ну даже не 25 ну хорошо пусть 25 25 ветеранов все пенсия 30 лет пора помирать то есть 40 лет глубокий старик и такая временная градация она довольно долго будет продолжаться 90 лет это вообще анрел и тут случается такая история представляете каждый 30 лет обряд хипси вот ему 90 а ему надо бежать бежать приветствуя всех этих богов статуи которых свезли надо обряд посовершать никто не отменял он не то что бежать он ходить не может ну как-то он видимо там ковылял мы не знаем точно но ребята после этого неудачного обряда не разлился нин что-то там случилось какая-то катастрофа экологическая засуха голод естественно любое вот это голодание в те времена ну собственно и в наши это сразу болезни эпидемии общая огромная смертность просто огромная что делают египтяне и мы знаем откуда мы все это знаем археологические находки ребята они берут дружно в огромном количестве делают статуи этого фараона маленькие из глины протыкают их иголками ну кто куда кто в голову кто в сердце в основном сердце потому что оно отвечает за жизнь кто в глаз с надписью фараон умри фараон умирает понимаете они ура отлично мы сделали то что надо то есть они не травили его не убивали его кинжалом нельзя поднять руку на живого бога ну изображение ребят я вам это рассказываю не для того чтобы вас посмешить или чтобы посеять вас верные представления я вам говорю это о том для того чтобы вы поняли насколько для них изображение имело важное значение вот это вот идея двойничества она была доведена до высочайшей степени даже мы с вами сейчас представьте себе что вот вы приходите в аудиторию видите лежит ваша фотография на столе и на ней ладно уж я там не буду никакие страсти ну они девчонки пририсованы усы а мальчишкам пририсованы рога вам приятно будет? очень сильно я в этом сомневаюсь казалось бы ерунда фотография кто-то развлекся пририсовал ну нам же неприятно мы ее схватили порвали все но мы будем об этом думать почему? потому что это наше изображение и пусть мы не суеверные мы не думаем что мы умрем от этого но вот эти подспудные представления которые живут у нас генетически связи с нашим изображением для египтян были супер важны поэтому любое изображение крайне важно так вот если этот кармин такой отмеченный богами человек их искали их они могли жить только при дворе фараона их охраняли как зенит цуока их покупали если в других землях на вес золота они становились получали жреческое сословие они не были шутами но они играли довольно важную роль при дворе они не знатного происхождения но они люди отмеченные богами отсюда он получает статую и изображается в виде очень образованного человека в виде песца человека который занимает высокий пост в государстве за них выходили женщины запрош знатного достаточно рода конечно не царского но тем не менее и мы видим с вами здесь эту самую его жену которая абсолютно нормального роста нормального телосложения и рождались дети так вот смотрите они если рахатепы на фред каждый на своем троне каждый в своей гробнице здесь взяли и совместили теперь они сидят на одном постаменте да по-прежнему все под прямым углом никуда эта связь с блоком не делась но на одном постаменте как странно да еще и дети с детьми традиционно инкарнат более темный у мальчика светлый у девочки парики парадные парики на них надеты хотя они обнаженными изображены ребенок это вот нечто не совсем не совсем понятное потому что помните я вам говорила рождается человек вместе с ним рождается его двойник К но этот К рождается взрослым он не рождается ребенком и взрослеет по мере того как взрослеет физическое тело человека нет он сразу рождается взрослым поэтому здесь они маленького размера маленького роста но очень взрослые лица в парадных париках это К этих детей никого не интересует ни детская психология то есть никаких там игрушек ватрушек ничего этого нет это их двойники для загробного мира но что не так они закрывают бровь в положении конечно ребята помните я вам говорила обряд отверзания уст и очей они уже видят они родились они живы но они дети они еще не способны разговаривать в смысле того который мы складываем в разговор как общение в осознанную речь это значит что они не могут коммуницировать они не до человеки отсюда уста закрыты обряд отверзания уст не проделан именно потому что детские стадии не совсем еще нормальные люди итак соответственно к концу древнего царства внутри канона вот так же как мы видели в архитектуре помните искали 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 эту форму пирамид нашли построили пирамиду хеопса все правильно все замечательно дальше эта линия как пошла как от кульминационной точки пошла на спад начали искать другие возможности начали искать в архитектуре храмов тоже нашли основные идеи все дальше начинается декорация здесь то же самое ищут композиционные схемы нашли три типа статуи фараона нашли основные композиции в рельефе нашли основные цвета основные сюжеты и вот к концу древнего царства наступает кризис кризис политический экономический и связан он был с тем что власть фараона едина такого единого центра она начинает слабеть зато власть местных правителей местной знати на местах Египет делился на большие области которые назывались номы власть этих правителей этих номов начинает усиливаться появляется тенденция к раздробленности каждый из них хочет утвердить свою власть свой авторитет и значит нужно претендовать на то чтобы тебя изображали как фараона но не совсем так то есть я имею право взять и нарушить канон и вот к концу древнего царства когда начинается шатание когда меньше денег меньше людских ресурсов когда вот эта единая власть которая поддерживает порядок в государстве порядок в церковном культе порядок в искусстве она утрачивает свои позиции и появляется возможность большего поиска появляется возможность большей свободы и как это проявляется в эпоху среднего царства мы с вами дальше и увидим скажите мне друзья мои сколько у нас осталось до конца пары тогда давайте все таки не будем терять времени и начнем новую тему что вы надеялись что мы остановимся да ну честное слово новое царство господи среднее царство очень короткое я не буду мучить вас так долго как с древним царством потому что основные проблемы мы проговорили итак среднее царство новый период в развитии египетского искусства коли нет таких больших денег таких больших ресурсов то строительство архитектура переживает довольно ощутимый упадок продолжают конечно строить дворцы и города продолжают строить храмы продолжают строить некрополи даже продолжают строить пирамиды но масштабы совсем другие то есть все становится небольшого размера маленьким камерным потому что оно рассчитано на небольшое количество людей оно рассчитано на небольшие пространства то есть это вот не эти гизовские пирамиды которые должны быть видны бог знает откуда а это уже для одной небольшой территории достаточно того что это вообще есть и поэтому архитектура эксплуатирует все те формы которые были найдены но каких-то серьезных построек в это время незначимых таких как пирамиды в гизе не возводятся что происходит в скульптуре и в живописи продолжают делать те же самые типы статуи фараона фараон сидящий перед вами статуя анимхета первого фараона среднего царства смотрите все что мы видим вот даже описывать уже не интересно потому что вы все это знаете прямой блок камня изображающий его трон прямая спина прямой угол согнутых ног руки на коленях лицо строго анфас смотрит вечность что меняется даже здесь уже меняется одна деталь появляется вместо базальта которого там парфира который очень тяжело обрабатывать появляется розовый гранит тоже очень твердый материал но относительно базальта гораздо более мягкий и вот эта мягкость начинает сказываться в контурах фигур они тоже становятся как бы помягче более округлыми меняются размеры невозможно сравнить статуи среднего царства по размерам со статуями древнего царства они меньше они камернее они предназначены исключительно для установки в культовых заупокойных храм появляется так видимо вот даже в изображениях царской семьи в изображениях фараона появляется все большая тенденция стремление к тому чтобы передать портрет и уменьшить идеализацию ну вот перед вами голова фараона той же династии Аминимхета второго Аминимхет второй смотрите мы уже видим мальчик вместо того чтобы изображать к юношу взрослого в расцвете уже можем изобразить мальчика это фараона но мы можем не просто мальчика а посмотрите уже абсолютно некрасивое лицо если мы видели некрасивого там химиуна мы видели капера некрасавца то здесь даже фараон уже может предстать перед нами некрасавца мы видим вот этот нос изогнутый да такой сливовидным со сливовидным завершением тяжелым смотрите какие огромные у него мясистые уши с огромной очень мощной мочкой смотрите какой он лопоухий никто не прячет эти ушки под клахтом пожалуйста губы обратите внимание как сильно они вывернуты наружу нижняя губа особенно сильно и подбородок ну да он обломан но тем не менее по абрису мы можем догадаться что вот такой безвольный мягкий слабый подбородок как нормально потому что фараон хоть и бог но в человеческом облике и вот это человеческое начинает все сильнее проступать пока по крупицам пока по чуть-чуть но оно для древних египтян конечно выглядело очень значительно это все равно как не знаю с чем вам сравнить представьте вы ходили в кино и видели всегда прекрасно там не знаю нет сталинские дома или хрущевские ну или хотя бы так но это уже слишком большая разница между сталинской высоткой и хрущевской пятиэтажкой уже как-то чересчур ну вот давайте представим что мы привыкли по подиуму идут прекрасные фотомодели да они все высокие худые на высоченных каблуках ноги от ушей блестящие волосы огромные глаза яркие губы вдруг раз мы приходим по подиуму идут я не говорю уродки я не говорю там ну просто обычные женщины просто обычные девушки и конечно если вы все время ходили у вас взгляд заточен на фотомодели вдруг вы приходите видите милых симпатичных прелестных девочек но без вот этого стандарта все больше нету метр восемьдесят нормальный рост женский метр шестьдесят пять метр там семьдесят больше нету вот там колончей вместо того чтобы вот такие глазищи вот такие губищи ну нормальные глаза нормальные губы все мило но все разные никто подстандарт не подточен да потому что каждый из нас очень сильно отличается от друга для вас в первый момент это будет шок у вас будет ощущение так что это все не так какие-то они не такие вот та разница которая для нашего взгляда микроскопична для древнего египтянина была очень ощутима потому что это не просто десять лет это не просто двадцать лет это даже не жизнь одного поколения но это генетически вложены эти каноны на протяжении тысячелетий а потом вдруг раз и эти каноны начинают меняться это все равно что мы с вами привыкли что солнце каждый божий день поднимается на востоке проснемся оно встало на завтраке вот это примерно вот так ну еще одно изображение появляется изображение и очень любят в этот период среднего царства изображение фараонов в виде сфинкса ну вот перед вами Аминемхет третий в виде сфинкса специально показываю его в музее чтобы вы поняли масштабы вспоминайте статую Хефрена в виде сфинкса которая лежит рядом с пирамидой Хефрена несколько десятков метров в длину там двадцать метров в высоту огромный ужасающий этот сфинкс монументальный мощный вот вам пожалуйста что происходит уже абсолютно небольшие человеческие размеры да в виде хитонического животного да в виде вот этого стража ну где тот ужас который мы испытываем от этих громадных размеров непомерных размеров странного чудовища с человеческой головой здесь скорее театр да скорее костюм конечно это не так но тем не менее вот это разница между реальностью и иллюзией уже вот того ужаса не надо внушать но зато вот вам лицо этого самого аминемхета третьего смотрите как меняется принцип изображения мы видели с вами хефрена вспоминайте профиль фаз абсолютно вот это ощущение сглаженности ощущение того что это камень это вот не иллюзия костей и мышц а теперь появляется ощущение структуры и коли появляется ощущение структуры я специально показываю такой сильный с таким освещением ракурс чтобы вы увидели как сильно бликует свет на всех поверхностях очень сильные тени очень ярко освещенные выступающие части контраст темных и светлых освещенных и затененных частей но свет может измениться с разной точки зрения и начинает такое лицо начинает невольно при всей застылости получать определенные драматические акценты появляется чуть-чуть ребят это микроны но появляется изменчивость выражения появляется вот так пока еще чуть-чуть намеченная тенденция к жизненности изменчивости человеческого облика пусть пока еще только такими средствами это пока еще не внимание к внутреннему миру но уже ощущение что человек не статичен и его двойник его к тоже не статичен представляете до чего они доходят что оказывается и двойник значит может как-то чуть-чуть меняться ну и статуя Синусерта второго мы уже видели с вами такой тип статуи фараон идущий деревянная статуя раскрашенная статуя вы видели царевича Каопера показывала вам в прошлый раз вот вам среднее царство тоже дерево тоже раскрашенное тоже фараон идущий что не так что поменялось проработка лица тело тело телосложение как-то он еще сгодленный выражение лица тоже никакого выражения лица нет горячок а еще мускулы вот ребят смотрите вот именно эту чушь вы будете говорить мне на зачете потому что вы не посмотрели на Каопера вы не услышали то что я вам говорила в прошлый раз и сегодня как же не идеализированный смотрите какой у него красивый торс вот дайте себе отчет почему он более живой чем Каопера ничего там не прорисовано что там прорисовано такой же коронат темный такой же передний коронат так же подведены глаза но смотрит на его сбок какие складки все вы говорите почему неестественный шаг почему ребята я хочу почему вот это ваши фантазии фантазии я не хочу вот произведение искусства на то и произведение искусства вы все можете увидеть ну руки не прижат у Каопера тоже он идет с этим посохом так же в восстановленном шаге кумири рука шаг тоже руки не прижат yes ребята я зачем вам сегодня толковала про эти посохи сто пятьсот раз я зачем вам говорила про Каопера и про всех остальных про Микерина Каопера про этих фараонах в рельефах про Мерерупа я зачем вам все время говорила ребята смотрите ножки стоят ровно нет суставов которые вы могли двигаться вот они появились ну вы о чем посох смотрите он его поставил не вот так просто как знак вот он как палка лыжная у него выдвинут да чуть-чуть но он его выдвинул уже смотрите как под углом этот посох он реально на него опирается вот еще чуть-чуть он перенесет эту силу тяжести все он двинул сам для нас это шаг вот такой для них вот такой это выглядело по-другому они уже сделали сделали ребята даже не нарисовали ему они ему сделали суставы эти ножки могут двигаться эти ножки могут перенести тяжесть с одной на другую это к вопросу вы смотрите и не видите мне фантазии не надо я сама нафантазирую что угодно без вас я вам угадай зачем все время ребята посмотрите для того чтобы ну угадайте а если я вам покажу вообще картинку которую вы не знаете не видели и скажу определите время как вы будете его определять фантазировать у него что-то там на лице появилось выражение лица нет ребята фантазии не надо это наука а наука предполагает что вы тщательно изучаете откройте глазки и посмотрите зато ну угадайте вы элементарно увидели вот эти суставчики внизу увидели палку выставленную даже если картинка не знаком а вам срочно надо определить к какому времену в Египте это относится увидели эти атрибуционные признаки скорее всего это среднее царство никак не может быть ни древним ни ранним ни тем более это династическим вот и все это простейшее логическая конструкция если то есть значит так нет значит вот так я хочу от вас именно фантазии все поняли с инусентом вторых что кто-то не понял все пара закончилась все отпускаем нет с инусентом все что второе это это все то что Продолжение следует...